Друзья, утро, пробки, четверг. Тут какой-то таксист решил объехать через наш двор. Вместо того, чтобы... Решил не участвовать в пробке, которая у нас тут на улице происходит. Я решила, что мне необходимо идти в магазин с ручняком. Были только что в школе, отвела малую в школу и топовый магаз. У нас сейчас пасмурно довольно-таки. Погода вообще непонятна, какая может быть. Может быть, как холодно и полить дождь. Может быть, точно так же и достаточно солнечно. Кто его знает. Вообще абсолютно непонятно, какая может быть погода, как она поменяется. Как вы видите, зелено уже, зелено у нас. Такие вот березки здесь. Березки такие страшненькие, но гляньте, что за береза. Я привыкла, что береза... Ясиновата, например, береза, она как буренка. Может, это зависит от старости березы. Может, это молодая какая-то береза. Я не знаю. Или наоборот, сильно старая. Но я привыкла, что береза имеет довольно-таки белый ствол. И какие-то вот... Вот как зарубы, какие-то вот как пятна, кружочки такие, знаете, черные. Вот как буренка она. Привыкла уж так говорить постоянно. Вот. Я топала в магазин. Я решила, что мне необходимо... Я решила, что мне необходимо ходить в магазин. Еще ходят, ходят школьники. Школота собирается в школу еще. Опоздуны всякие. Я смотрю, что очень много детей, на самом деле, вот прям шляется. Именно причем, ну, не взрослых вот людей, не взрослых. А именно вот... Ну, как взрослых, я имею в виду там старших школьников, средних старших школьников, да. Я имею в виду средних и старших школьников. Я затупила что-то у средних и старших. Средних и старших школьников, я имею в виду. Но меня реально пугает, когда малолетки. Вот малые, вообще там первые классы, начальная школа, я имею в виду. Когда они... Когда они шляются. Меня это вообще дико пугает. Типа, что за фигня? Я не знаю. Но шляться по каким можно причинам? Не хочется учиться? Значит, не нравится учительница. Или не нравится коллектив, в котором ты учишься? Я вас вообще не вижу. Солнце так светит. Я вижу только... Только небо, но сейчас я себя более-менее не вижу. Я вот как всегда, вот такой вот лук-лучок у меня. Джинсовка, которая мне страшно успела полюбиться. Рюкзак. Джинсули, вот эти, которые я уже точно такие же рассказывала. Третий или четвертый раз, что ли, покупаю. Я уже точно не помню. Вот. Вот так вот. И туничка. Смарт-часы. Вот. Я их вообще очень давно хотела. И наконец-то купила. И вообще очень-очень-очень этому рада искать. Вот. Потому что, ну, ужасно я хотела смарт-часы. И вот как бы... Потому что-то сбываются, так и хожу у них. Вот. Ну, не могу сказать, что это прям вот... Была действительно такая вот хотелка. Да? Ну, что вот они мне прям пиздец нужны были. Я, уже попользовавшись, не могу сказать, что... Что-то прям, капец, какая нужна вещь, что они мне прям вот... Идут в пробках. Не могу сказать, что они прям вот оправдывают себя, скажем. Вот. Побаловаться, да. Но еще раз не факт, что буду покупать. На дорогу перебегала эта пробка. Все, перешла, перебежала. Болото цены, гляньте. Капец. Так. Что я хотела сказать? Я хотела сказать, да, по поводу... По поводу школьников. Школьники, блин, лазят какого-то фига. Вообще не помню, по чему они лазят. Лазят. Товарищи лазят. Вот. Вот я иду, например, уже там звонок прозвенел через какое-то время. То есть уже нужно быть на уроке. А они что-то стоят, там, это... Какая-то девуля кого-то стоит, ждет. Вот. Или, например, вообще... То есть находятся довольно-таки на... Ну, далеко от школы, да. И, например, стоит там курить где-нибудь, там, за арк. Вообще далеко от школы. Хотя я знаю, что, например, эти товарищи из этой школы... Чего вы с этих курить? Я хрен знает, у тебя же времени не было. Ну, типа, уже урок, ну, начался. Ну, вот. Утро тут, честно говоря, такой контингент ходит. Я еще очень надеюсь, что апельсин уже открыт. Он вроде с полдевятого. Сейчас 8.40. Вот такая скоростная баба. Короче, шляются. То стоят, а где-то курят, то кого-то стоят. По углам где-то дожидаются. Возле школы живет какой-то придурочный сосед, который... Ну, у него, конечно, классная музыка играет. Но когда я его услышала в праздник, я подумала, ну, чека, праздник вот. Там, да, может, гости, еще что-то. Классно там музыку включил. Музыка прикольная. Тогда играла Нэнси. Вот это я тебя нарисовал. Ну, знаете, когда ты ходишь в школу, каждое утро у него в это время горланит музыка. Ты идешь со школы забирать ребенка, у него все еще горланит музыка. То мне это напоминает моего соседа, который устраивал весеноватые пьянки. Вот. И потом валялся в пьяном угаре дрых. Он мог и 4, и 6, и 8 часов дрыхнуть. И у него играла прям орала музыка. И вы знаете, я жила с ним в соседней комнате, как бы, да, через стенку. То есть наши комнаты находились, вот, в которой играла музыка, и в которой вот я жила там. Вот. И, ну, сосед как бы через стенку. И, короче, у него заело то ли кассету, то ли что. И играла вот эта малинки-малинки Жанна Фриске. Она заела, блядь, а текст даже выучить успела. Всю ночь она играла, вот. Причем она так заела, интересно, знаете, там, ну, очень много раз повторялось, вот эта малинки. Вот на этом моменте она заела. Блин, что-то, короче, меня вмыкнуло. У меня... Я просто про Ваву-Барыню посмотрела, и там шла бабуля, очень на нее похожа. И что-то все, я такая... Я сразу все, во фрустрации. Я замолчала. Мне что-то как-то стрёмно стало. Вообще, у меня что-то после этого фильма, какие-то припадки. Мне как будто страшно, я не знаю. У меня какие-то моменты такие возникают, что мне... То мне резко страшно, то меня проглючит. Вот почему я не люблю смотреть фильмы ужасов. А я посмотрела Вольную грамоту, и посоветовали мне посмотреть еще Кровавую-Барыню и Крепостную, вот. Ну, Крепостна, вот этот украинский же, да, сериал? Вот. Я очень надеюсь, что Крепостна на украинском. Я еще его не смотрела, но... Я очень надеюсь, что она будет на... Ой, тут так красиво. Ой, я сфоткаю, ребят.